Новости. Арт-консультант кинула своих клиентов, Верховный суд натягивает Уорхола и сколько стоит паук. Об этом мы сегодня узнаем в новостях про искусство. Меня зовут Сергей Гапанович, смотрим дальше. Верховный суд вынес решение против фонда Уорхола по знакомому делу об авторских правах. Что сделал Уорхол? Уорхол в свое время взял фотографию Лин Голдсмит, он использовал ее фотографию в своей работе, там, с музыкантом Принц по имени Принц. Его работа стояла из фотографии Голдсмит. То и не понравилось, она сказала, все, засужу всех, потому что ни одной копейки мне с этой работы не перепало. В итоге, там, один, второй и третий суд дошли до Верховного, и все, Верховный сказал, Уорхол виноват, его откопать, заставить извиниться перед Нил, заплатить ей денег, чтобы та была счастлива. Короче, она теперь счастлива, потому что Уорхола за это накажут, ну и она плюс сделала себе немножко мединность, потому что все вспомнили про нее, что существует, что она делала какие-то фотографии, и Уорхол даже использовал их, как она говорит, незаконно. Оксфордский университет разрывает связи с семьей Саклер. Университет Англии, он полностью разрывает связи с семьей Саклер. То есть она знаменита тем, что она производила лекарства, правда, компания-то уже обанкротилась, которая людей жестко подсаживала на опиоиды. То есть это было как наркота, то есть люди плотно подсаживались на это, компания на этом хорошо зарабатывала. И что произошло, кто начал вообще раскачивать эту лодку, и почему я сказала про художников. То есть некая группа защиты интересов, Пейн, основанная художницей Нэн Голдин, много лет, короче, она долбила все музеи и прочие, говорят, что мы с этой семьей Саклер не работаем, они хулиганы, они отмывают деньги, весь свой черный нал они пускают в музей, чтобы сами к себе обелить и пропиарить. Телки не сиделась на месте ровно, ее, видимо, душила жаба, что кто-то зарабатывает бабки и вкладывает их в таких художников, как она. Но ее это, блядь, триггерило. В итоге она затаскала всех, и Оксфорд решил снять табличку и вообще все упоминания с этой семьей. Если художники и дальше будут дергать всех спонсоров, то рано или поздно все музеи, все университеты, все закроются, потому что содержать это никто не сможет. Напоминаю, да, то есть у нас уже есть Финляндия, у нас есть уже Германия, вот у нас приехала Англия. Интересно, какая страна будет в следующий раз и кому что не понравится. На известного арт-консультанта Лизу Шиф подали в суд на 20,5 миллиона долларов. Три коллекционера, они через Лизу купили работу, они причем ее не видели, они купить ее купили, она долго лежала на складе и потом эту работу перепродали там спустя год. И Лиза должна была им скинуть бабосики, то есть, ребят, ну вот тут мы заработали немножко, и вот вам все бабки, которые были вложены. В итоге это Лиза, арт-консультант, начала затягивать, тянуть резину, говорила, что деньги со сделки не пришли, хотя сделка была в Гонконге через Сотбис, и покупатель, я думаю, жирный, то есть он все деньги выплатил. Скорее всего Лиза просто куда-то все въебала в кредит, в ипотеку. И, короче, сейчас начинают таскать по судам, говорить, какая она нехорошая, какая она плохая. История на самом деле не новая, буквально недавно я слышал похожую историю, но только в Москве и с одной галереей, когда она продавала работы неких художников, своих художников, которые сидят на контракте в этой галерее, и дальше происходило следующее, то есть работа галерея продавала, деньги она получала, но художникам до сих пор, насколько мне известно, ничего не выплачено. Вот такие есть галереи в Москве. Ну, короче, схема не новая. Следующая новость. Министерство туризма совместно с итальянским советом по туризму разработало рекламную кампанию. То есть что в рекламе? Они использовали шедевр Боттичелло, ее рождение Венеры, начали использовать ее образ в рекламе, в соцсетях и прочее. Итальянцам это не понравилось, сказали, это вот полная херота, убирайте, так быть не должно. И, короче, сейчас итальянское правительство, которое связано с туризмом, закидывают калом. И не делает это только ленивый. Так что, если вам не лень, можете тоже туда накидать своих писюлей. Может быть, они придумают что-то новое, что-то более креативное, что-то более интересное, чтобы привлечь в Италию. Я бы, знаешь, что в Италии делал? Для меня Италия это страна, где очень много мрамора. Мрамор, который я люблю, очень классный. Я бы просто брал бы эту мраморную пыль, расфасовывал бы пакетом и продавал бы ее. А вы бы покупали? Вы бы покупали белый порошок в пакетах? Бабка там орет на голубей, слышишь? Пшикает, мне же, блядь, страшно стало. Смотри, следующая новость. Причем я видел, как это происходило все вживую, потому что Судбис, они в запрещенной соцсети Инстаграм, они по ночам иногда транслируют свои аукционы. И этот аукцион как раз я видел, я был свидетелем всего вот того, что я сейчас зачитаю. Паук Луизе Буржуа был продан за рекордные 32 миллиона долларов. Заполз на первое место продаж современного искусства. Вот этот знаменитый паук, который я все мечтаю увидеть, я до сих пор не могу с ним ни идея соприкоснуться, а я на самом деле люблю эту безумную работу, я думаю, что когда я встречу с ней вживую, я полюблю ее еще больше. То есть был продан за 32 мульта, с чем я всех и поздравляю, и вас тоже. То есть теперь пауки стоят 32 ляма баксов. На этом же аукционе что произошло еще? Мы причем недавно говорили про эту работу Жанна Мишеля Баския, что она выходит в аукцион. Мы как раз говорили про этот джаз, про Мишеля. И что мы с Серегой даже сидели, думали за кадром, как ее купить и где нам собрать столько денег. В итоге работа ушла за 25 миллионов долларов. Опять-таки всех с этим поздравляю. Я думаю, там Баския смотрит на нас сверху и говорит, блядь, как же жизнь прекрасна на небесах. Музеи закрываются и превращаются в убежище во время смертоносных наводений на севере Италии. То есть на севере Италии происходит какая-то полная жопа. Там стали погибать люди в наводнениях. Короче, грязь, бардак. Там, короче, засада вообще полная пошла у них. То есть что-то не повезло им в этом году с водой. Музеи тоже все пошли по перде. Их начинают немножко прикрывать, потому что что-то затопило, что-то утонуло, что-то успели спасти, что-то не успели спасти. И вот если бы у них был бы богатый меценат, он бы там построил большую каменную стенку и никакая вода бы там вообще мимо не прошла. Так что любите своих меценатов. Мне прислали новость из России, но она, правда, не подтверждена. И вот мы сейчас выводим фотографию на экран. Но, извините, она будет по правилам Ютьюба полностью заблюрена, потому что там человек немножко подбитый. И недавно была какая-то пьяная московская посиделка между одним галеристом и одним художником. Не буду опять-таки сливать имена, потому что я не знаю до конца, правда это или нет. Но, короче, вроде как галерист отхватил от художника у люлей конкретных за то, что он скрывал от него конечную стоимость работы. Он говорил, что мы ее продаем за миллион. По факту продавал за миллион двести. То есть и двести кусков себе брал еще по-тихому на карман. Художник узнал об этом, пригласил его к себе в дом, слегка поднапоил, а потом ему втащил от всей души. Так что галеристы, любите своих художников, а художники, не обижайте своих галеристов и все будет хорошо. Это были новости про искусство. Не забывайте присылать свои новости. Не забывайте подписываться на канал. Всех крепко обнимаю. До следующей недели. Спасибо.